ассалам алейкум приветствую каждого из вас дорогие зрители канала ннт с вами альтернативный взгляд выпуск из дома это обзор занимательных новостей вот первая из них довольно таки интересная великобритания заподозрила российских хакеров попытки кражу данных о разработке вакцины от ковид 19 хакеры из россии ирана китая стоят за кибератаками на исследовательские университеты которые вели разработки вакцины против коронавируса к такому выводу пришли специалисты национального центра кибербезопасности великобритании злоумышленники пытаются взломать сайты британских научных учреждений чтобы украсть исследования связанные с разработкой вакцины сообщило издание the guardian со ссылкой на экспертов национального центра кибербезопасности эксперты отметили что доля таких атак выросла за попытками взлома стоят такие страны как россия иран и китай до сих пор ни одна атака не увенчалась успехом заявляет представитель кибербезопасности джеймс селиван и теперь хотелось бы поговорить на чистоту джеймс понимаете нам совсем ни к чему воровать ваши британские разработки к тому же нам гораздо ближе методы борьбы с коронавирусом разработанные нашими соседями близкими по духу белорусами а помимо этого среди наших личных разработок есть такие эффективные методы борьбы с коронавирусом как занижение официальной статистики заболевших и полагаю она отлично работает посмотрите на данные судя по ним россия довольно таки неплохо справляется с пандемией особенно на фоне других государств и следующая новость тоже связана с коронавирусом чё поделаешь но стараюсь по крайней мере слишком негативные не выдвигать вперед и их оставим для телевизионщиков ученые заявили что блокировка тестостерона может защитить мужчин от ковид 19 может и защитить но также может показаться что речь идет об ученых феминистках причем воинствующих которые знаете под шумок решили реализовать свои коварные планы и подавить в нас мужское начало медики наблюдая за состоянием здоровья раковых больных перенесших ковид 19 выяснили что прием препаратов подавляющих синтез тестостерона снизили вероятность смерти мужчин от вируса примерно в четыре раза об этом в четверг сообщила пресс-служба европейского общества медицинской онкологии как предполагают ученые благотворное действие антиандрогенов было связано с тем что эти вещества снижают концентрацию белка который участвует в распространении коронавируса по другим органам тела они предлагают проверить эту теорию в рамках уже проводимых или готовящихся клинических испытаний используя те антиандрогены чей временный прием не вызывает необратимых изменений в работе организма мужчин какие только рекорды люди не бьют чтобы попасть в книгу рекордов гиннеса есть среди них серьезные достижения а есть и абсолютно странные и бессмысленные и количество таких рекордов в период самоизоляции резко возросло так что можно сделать чтобы попасть в книгу рекордов сидя дома на карантине например 16-летний исаак джонсон яблоками не жонглирует он просто целиком их кладет он просто целиком кладет их в рот он так натренировал жевательные мышцы что может открыть рот на 10 сантиметров вау пойдем дальше итальянец сильвио сабо установил мировой рекорд хождения по бутылкам он преодолел 10 метровую стеклянную дистанцию за 25 секунд и хорошо что он не упал на них еще один рекорд можно побить если у вас в доме есть бензопила ашрите фурман балансировал ею на собственном подбородке 10 минут и еще один рекорд который вы можете превзойти если у вас есть дома запас зубочисток и вы отрастили бороду американец джоэл штрассел засунул в бороду 3500 зубочисток это впечатляет но если кто-то хочет повторить вперед следующая новость прямиком из америки она стоит нашего внимания американский заключенный сбежал из тюрьмы благодаря медицинской маски сейчас все поймете заключенным сша в связи с эпидемией коронавируса разрешили носить медицинские маски и этим обстоятельством решил воспользоваться один из осужденных якис скотт он отбывал наказание в чикагской тюрьме в одной камере с квентином хендерсоном который в начале мая должен был выйти из тюрьмы под залог именно он помог скоту сбежать якис переоделся в одежду товарища и приготовился выйти на свободу вместо него назначенный день охранники пришли за хендерсоном а вместо него в маске вышел скот пишет инсайдер подмену заметили лишь во время следующей переклички квентин в свое оправдание сказал что спал и не слышал как за ним приходили вот только никто ему не поверил и вместо того чтобы выйти под залог ему добавили срок за организацию побега а вот хитрого якиса так и не нашли к поискам даже подключились фбр и это очень интересно если маска помогла ему выйти из тюрьмы наверное дальше он направился в банк прихватив с собой чужие документы для оформления кредита и конечно ему кредита одобрили кто же будет просить его снять маску если этого не сделали охранники тюрьмы создан новый тип двигателя который не нуждается в топливе устройство получает энергию буквально из воздуха механизм сжимает воздух и ионизирует его с помощью микроволна генерируя плазму она и приводит его в движение благодаря этой технологии самолеты смогут обходиться без обычного топлива при выполнении полетов прототип пока сумел поднять воздух килограммовый металлический шарик диаметром 24 миллиметра до полноценной работы на самолетах новой технологии предстоит пройти еще большой путь авторы проекта подчеркивают что их разработка должна помочь в решении проблем с изменением климата что же мы будем надеяться что у них получится достичь этого технологического прогресса на этом у меня все надеюсь вам тоже эти новости показались занимательными это был альтернативный взгляд смотрите на вещи с разных сторон